Всем привет! Продолжаем узнавать что-то новое. Совершенно случайно наткнулся на рассказ о женщине Грейс Хорсли Дарлинг, национальная героиня Великобритании, которая спасла вместе с своим отцом Уильямом Дарлингом с 7 сентября 1838 года людей стонущего парохода форт Афшир. Отец был смотрителем маяка Лонгстоуна. Там прошло детство и юность Грейси. Взрослев, она стала помогать отцу. 7 сентября 1838 года Грейс дежурила на маяке. Начался страшный сильный шторм. В этот день на воду был спущен британский пароход форт Афшир. По неизвестным причинам капитан форт Афшира отправился к скалистым берегам в окрестностях маяка Лонгстоуна. О чрезмерном давлении взорвались котлы и судно выбросило на скалы. Грейс вместе с своим отцом на маленькой рыбацкой лодке бросились на помощь терпящим бедствия. Из-за малых размеров лодки девушке пришлось несколько раз подплывать к форт Афширу для спасения людей. Спаслись всего 9 из 60 человек со всего корабля. Они находились на скале после кораблекрушения. Грейс их увидела в телескоп с маяка. Благодаря тому, что они поднимались наверх скалы и махали руками. Грейс и отец поплыли на лодке. В лодку сначала взяли только 5 человек. Одного раненого, женщину и троих самых сильных мужчин. Остальные просто не помещались уже в лодку. Лодка вернулась второй раз за оставшимися уже без Грейс. После этого в течение нескольких дней Грейс и ее мать ухаживали за ранеными. А после того, как погода улучшилась, спасенных от гибели людей доставили в больницу на материк. Такая информация на руках у женщины, которую спасли, насмерть замерзли два младенца, пока подоспела помощь. Отец Грейс не позволил брать в лодку мертвых детей. При посадке в лодку этой женщины другими мужчинами и Грейс пришлось применять силу, поскольку женщина не хотела оставлять тела своих детей на скале. Поначалу на подвиг Грейс Дарлинг и ее отца не обратили внимание. Газеты пристрелили заголовками об ужасной трагедии, а полиция была занята поиском виновных. Но через некоторое время поступок Грейс был оценен британцем. О девушке начали писать в газетах. В честь ее поэты слагали стихи, художники рисовали ее портрет. Дарлингам вручили несколько сотен фунтов, а королевское общество спасения наградило их золотыми медалями и подарило серебряный чайник. В начале 1842 года Грейс Дарлинг отправилась в Бамбора навестить свою сестру, но в дороге серьезно простудилась. В октябре 1842 года Грейс Дарлинг умерла от пневмонии. В Бамбора действует музей, посвященной ее поводу. А Уильям Уордсфорд написал ее честь стихотворения. Вот так вкратце интересный человек Грейс Хорсли Дарлинг, национальная героиня Великобритании, которая спасла людей с терпящего бедствия в пароходах. И вот читая этот маленький рассказик, я про себя думаю, сколько же у нас людей, таких героев, которые нигде не отмечены, которым не подарили серебряный чайник. Они просто спасали людей. Ну это так, просто размышления. Пока-пока, до свидания. Узнали что-то новое.